Китайская кухня Китайская кухня Для сегодняшнего блюда нам понадобится Один баклажан 100 граммов свинины Чеснок И зеленый лук Вот и все ингредиенты Как видите, ничего сложного Вначале мелко нарежем зеленый лук Затем то же самое проделаем с чесноком Отбиваем И нарезаем Далее подготовим баклажан Отрежем вначале его заднюю часть Отрежем кожуру с двух сторон И для удобства Разрежем на части Но не до конца Это одна из особенностей этого блюда Далее переворачиваем И продолжаем резать Делаем косые надрезы И ни в коем случае Не разрезаем до конца Так у нас баклажан Получится очень красивым С баклажаном закончили Далее свинину измельчаем До состояния фарша Сначала нарезаем ломтиками Затем соломкой И после измельчаем Наносим равномерно крахмал на баклажан И на этом подготовительная работа закончена Далее мы приступаем непосредственно к приготовлению данного блюда Вначале пожарим баклажан во притюре Наливаем на сковороду достаточное количество масла И нагреваем его Чтобы не испортить форму баклажана Мы нанизываем его на палочки Масло нагрелось Поэтому выкладываем баклажан И обжариваем его Баклажан готов Снимаем его с огня Сливаем масло Теперь нальем на сковороду небольшое количество масла И обжарим чеснок До появления аромата Выкладываем чеснок Далее выкладываем фарш Жарим до свены цвета Наливаем мясной бульон Наливаем мясной бульон Добавляем соевый соус И острый соус Переводим на слабый огонь Добавляем соль Поливаем крахмалом, разведенным в воде И соус готов Снимаем баклажан с палочки Выкладываем на блюдо И поливаем получившимся соусом В конце посыпаем все измельченным луком Очень рады представить вам Жаренные баклажаны со свиным фаршем Но это еще не все Далее вас ждет еще одно блюдо Поэтому не переключайтесь Мелко нарежьте зеленый лук И измельчите чеснок Очистите баклажан от кожуры с двух сторон И нарежьте его ломтиками не до конца Затем порежьте его с другой стороны наискосок Мелко нарежьте свиной фарш И равномерно покройте баклажаны крахмалом Затем обжарьте кусочки баклажанов до золотистой корочки И слейте масло Затем обжарьте чеснок до появления аромата Выложите фарш и помешивайте Добавьте соевый и острый соус Сахар и соль Добавьте воды Включите огонь посильнее И добавьте крахмал, разведенный в воде Обжаренный баклажан выложите на блюдо Полейте его получившимся соусом И посыпьте сверху измельченным луком Приятного аппетита! А я напоминаю, что в эфире китайская кухня Это госпожа Янг, повар одного из ресторанов в Динане Сегодня она научит готовить нас еще одно динанское блюдо Отлично, все внимание на экран Вначале нарежем огурцы Удалим с них кожуру И нарежем их ломтиками, не разрезая до конца Перевернем огурец и проделаем то же самое Чтобы огурцы лучше резались, откроем вам маленький секрет нашего повара Нам понадобятся палочки для еды Просто положите их с двух сторон от огурца и вы не разрежете его Когда будете резать, вовремя двигайте палочки Так резать будет совсем просто Этот способ смогут освоить все, от лада до велика Навряд ли у вас получится так же быстро, как у нашего повара Зато процесс пройдет безопасно и успешно Похоже, у этой восьмилетней девочки тоже получается так резать Прямо сейчас она соревнуется со своим дедушкой Кто нарежет ровнее И этот способ подходит не только для огурцов и баклажанов Но и для многого другого Также этот способ подойдет для нарезания не только огурцов Но и кабачков, лука и многого другого Посмотрите, как мы нарежем кальмар Также этот простой и очень эффективный способ Подойдет для нарезания баклажанов из первого блюда После того, как огурцы нарезаны Кладем их в холодную воду на несколько минут Кладем в миску кусочки острого перца, уксус и сахар по вкусу И равномерно перемешиваем Вытаскиваем огурцы из воды Придаем им форму И поливаем получившимся соусом Блюдо готово Закуска из красиво нарезанных огурцов готова Выглядит очень красиво Спасибо огромное До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон